МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крятки и конопли. То есть у вас на участке имеется две теплицы, и в каждой степлице растёт канавис. Мужчина с подельниками производил и сбывал наркотические вещества. Ям становится больше. Автолюбители называют эту дорогу убитой и стараются пользоваться ей крайне редко. Почему в Нижнекамске стали реже заделывать дыры на дорогах? Платёжки из воздуха. За что я должна платить деньги, если у меня одна будка, сарайка и та повалилась? За что? Дачницы из СНТ Мичуринец приходится платить за охрану массива. Подметут дорогу, подровняют газон. Начиная с 5 утра и до 4 работаем. Нижнекамск получил 10 единиц современной уборочной техники. Салют и звезда из Москвы. Как в Нижнекамске отметили День молодёжи. На телеканале НТР Новости в студии Амаскашеев. Здравствуйте. 29 кустов конопли. Нижнекамец выращивал в квартире запрещённые растения, делал из них наркотические вещества. Ещё двое его подельников занимались сбытом товара. Подробности истории в сюжете далее. То есть у вас на участке имеется две теплицы, и в каждой теплице растёт канабис? Специфическое хобби этого мужчины полицейские не оценили. Вместо привычных растений 40-летний Нижнекамец решил выращивать коноплю. Причём делал это с размахом. Чтобы урожая было побольше, арендовал два садовых домика и две квартиры. Во время обыска в квартире нашли 29 кустов конопли. К выращиванию мужчина подошёл серьёзно. Купил семена, удобрения и систему поддержания микроклимата. А чтобы дело развивалось быстрее, нашёл двух помощников. Установлено отнимать задержанность, заниматься культивированием растений с целью дальнейшего выставления наркотических средств марихуаны. Двое других сбывали запрещённые вещества. Кроме этого, все фигуранты являются наркопотребителями. Полиция возбудила уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 и 231 Уголовного кодекса Российской Федерации. Сейчас одного из фигурантов заключили под стражу. Ещё двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Анжелика Степанова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Пробитые колёса, поломанные подвески, оторванные бамперы. Всему этому виной ямы на городских дорогах. Большинство водителей, конечно, ждут капитальных работ, но на некоторых участках достаточно было бы и ямочного ремонта. Но его сейчас проводят крайне редко. Почему, узнавал Александр Халин. Скорость минимальная, движение машины плавное и аккуратное. Двигаясь, так есть хоть какие-то варианты сохранить целостность автомобиля. Дорога за домом машинников 43 уже давно нуждается в ремонте. Хорошо бы, чтобы работы были капитальные, но люди согласны и на меньшее. Так хоть временно, но можно снять напряжение на этом участке. Хотя бы выложили кирпичом или сняли вот этот асфальт, который уже не выполняет свои функции? Я уже жду хотя бы ямочный, но хотелось бы, конечно, капитальный, хороший. Тем более во дворах вот сейчас везде всё ремонтируют. Может быть, под шумок как-то и получится вот эту дорогу тоже отремонтировать. Давно езжу по этой дороге. Я в детской работаю и это... Ну, каждый день приходится ездить. В общем, хорошая дорога. Это, конечно, был сарказм, но если быть откровенным, то автолюбители называют эту дорогу убитой и стараются пользоваться ей крайне редко. Для альтернативы выбирают другие варианты для проезда. Весной ямочный ремонт проходил довольно активно. Сейчас же технику, занимающуюся этим видом работ, в городе не встретишь. А мест, нуждающихся в свежем асфальте, с каждым днём всё больше и больше. Мы гестрали в плохом состоянии. Вот, например, проспект Мира сегодня буквально дырявый. Многих жителей это, прямо скажем, удивляет. Ямочного ремонта летом в городе нет впервые за долгие годы. Напомним, Нижнекамск на дорожные работы в этом году получил почти 2 миллиарда рублей. Часть из этих денег, конечно, идёт на ямочный и так называемый ремонт картами. Как пояснили в администрации, к этому этапу специалисты перейдут в конце июля. Александр Харин, Евгений Лзаев, Новости НТР. Мы решили спросить наших подписчиков во Вконтакте, где ещё в городе необходимо сделать ямочный ремонт. В лидерах оказался проспект Мира. Также в списке дорог, которые нижнекамцы считают неудовлетворительными. Улица, 30 лет Победы и Менделеева. Принять участие в опросе можете и вы. Для этого необходимо отсканировать QR-код. Не уступила дорогу и спровоцировала ДТП. 50-летняя нижнекамка на ВАЗ-2114 столкнулась с Ладой Вестой. Инцидент произошёл на улице Индустриальной. Женщина ехала в сторону БСИ, хотела перестроиться налево, но не убедилась в безопасности манёвра. Как итог, столкновение с попутным автомобилем. В результате происшествия пассажирка Весты была доставлена в больницу. В результате ДТП пассажирка Лада Весты 1983 года рождения с предварительным диагнозом сотрясения и ушибленная рана теменной области была доставлена в НСРМБ. Сейчас все обстоятельства ДТП выясняются. Медиахолдинг НТР-24 есть во всех социальных сетях. Наши новости можно найти и на официальном сайте ntrdefis24.ru. Там же идёт круглосуточная трансляция канала. Пенсионерке приходится отдавать задачу последнее. Руководство СНТ «Мичуринец» навязало ей плату за пользование землёй и охрану массива. Случаи неуплаты ей грозят приостановкой членства в СНТ. Пожилая Нижнекамка считает такие действия неправомерными. Так лето узнавала Вера Муратова. За что я должна платить деньги, если у меня одна будка, сарайка и та повалилась? За что? Охранять на участке Таисии Галлевой действительно нечего. На пятисотках у неё только одна постройка и та еле стоит. 86-летняя женщина не отказывается от оплаты членских взносов. Но в этот раз заплатить за огород у неё не получилось. Деньги брать не стали. С 2018 года за неоплату навязанных услуг за ней числится долг в размере 4 тысяч. Да, ещё за охрану, ещё за дорогу требовала рубль. И за охрану рубль. Ож он 2 рубля нужны. Я говорю, я не буду за дорогу платить. У меня машины нет, я хожу пешком. Я за что? Только, говорю, мне осталось за воздух платить, что-нибудь говорю. Бабушка заплатила 2 тысячи сверху только однажды. И взносы за огород составляют 6 тысяч. Сумма для пенсионерки немаленькая, а тут ещё требуют платить за то, чего нет, говорит она. Дорога убита, по ней не то, что проехать. А пешком пройти невозможно, возмущает Стаисия Галова. С 2017 года дачники СНТ Мичуринец помимо взносов в казну обязаны оплачивать ещё и деньги на ремонт дороги. С каждого участка по 1000 рублей. Но вот люди не понимают, куда деваются эти средства, поскольку за всё это время единственное, что было сделано, так это накидали огромные булыжники на проезжую часть. Главный садовод Нижнекамска Булат Ильгамов пояснил, отказаться от целевых взносов, таких как ремонт дороги, невозможно. Что касается вопроса охраны, то тут садоводы разделились на два лагеря. Кому-то эта услуга нужна, потому что воруют, а у кого-то нечего брать. Те платить лишнее не хотят. Решить вопрос всё же можно. Пенсионерки, скорее всего, сделают перерасчёт. Лишнего с неё больше брать не будут, заверил нас Булатов. И Таисия Галова сможет спокойно оплатить взнос за огород. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Проблем в садовых товариществах много. Люди жалуются на бездействие председателей, кто-то сетует на отсутствие воды. У ряда дачников возникают вопросы по поводу дорог и несанкционированных свалок. Этой весной руководитель исполнительного комитета дал задание навести в огородах и дачных массивах порядок, чтобы люди платили только за предоставленные услуги. Это касалось и гаражных боксов. Делается ли сейчас что-то в этом направлении, мы узнали у Ильгама Булатова. Жизнь дачников улучшается. Вот как он сказал, нужно найти конкурентов. Вот у нас спутники поменяли председателя. После его слов как раз. Законно все, народ собрался, подписи собрали по новому законодательству. Как раз спутники поменяли уже председателя. Работа уж идет. И народ тоже сейчас во всех СНТ почти открыли сейчас группы. Создали группы. Все вопросы обсуждаются в группах. Какие пожелания, какие предложения, какие замечания, какие претензии. Все в группах. Они пишут, обсуждаются. Все сейчас активно идет работа. Сейчас же поставили вот из полкона куратора по гаражам, по огородам. Сейчас у нас Артур Салманович курирует. Совещание вот собирали в пятницу. Всех председателей гаражей как раз обсуждали. Все поставили, задачи поставили. Что надо делать по КОС-праве там. Вырубка старников. Все это. Ну а чистка идет уже по богостройству гаража Кооператив. Работа идет. Идет. С истолковым сейчас уже активно работают. Несколько улиц Нижнекамска останутся без горячей воды. Ее отключат на два дня. Связано это с ремонтом на улице 50 лет октября. Все адреса сейчас указаны на экране. Так, с 27 по 29 июня горячей воды не будет в некоторых жилых домах по адресам проспект Химиков, улица 50 лет октября. Кроме того, для проведения текущего ремонта с 29 июня по 1 июля будет приостановлена подача горячей воды в домах по адресам 30 лет победы, студенческая, строителей, мира, химиков. Также временно горячее водоснабжение будет отсутствовать в детском саду номер 43, 44, НХТИ и кадетской школе. Подробно со списком можно ознакомиться на нашем сайте ntrdefis24.ru. Подарок на 47 миллионов рублей. Такой презент получил наш город в виде 10 единиц спецтехники. Она будет направлена на наведение порядка в Нижнекамске. В настоящее время началась активная уборка газонов. Где еще будут задействованы четырехколесные помощники, расскажет Анастасия Шакирова. Восемь новеньких машин для уборки города. У каждого трактора ключ с праздничной лентой. Техника подарок нижнекамским коммунальщикам от президента Татарстана. Ее работникам комплексного предприятия благоустройства в торжественной обстановке вручил Рамиль Мулин. Ваша задача, конечно, город сделать и чище, удобнее и комфортнее. Поэтому всем хочу пожелать успехов. Желаю, чтобы эта техника работала и радовала вас с тем, что город становится лучше. Техника уже выехала на улицы Нижнекамска. Горожане сразу заметили разницу. Насколько я заметил, косит, убирается, подметает. Это хорошо. Это плюс, плюс, да. Сергей один из тех счастливчиков, кто уже работает на новой машине. Рабочий день, говорит, сейчас в радость. В день с помощью этого трактора можно скосить травы на площади, равной шести футбольным полям. Начиная с пяти утра и до четырех работаем. Объемы делаем. Там, я не знаю, по гектарам, гектар пять-шесть укасываем в день. Есть даже больше еще получается. Вес данного трактора чуть больше полутора тонн. За счет своей компактности и легкости он может косить траву в трудно доступных местах. Всего в Нижнекамск поступит 10 единиц новой техники. На сегодняшний день пришло 8. Из них два больших трактора и шесть маленьких. В течение двух недель поступит два снегопогрузчика. Анастасия Шакирова, Максим Липин, Новости НТР. Экстрим, граффити, концерт молодых и модных исполнителей. Нижнекамск масштабно отпраздновал День молодежи. Праздник проходил на двух площадках. Началось все на Солнечной поляне, а завершилось на набережной. Финалом праздника стало выступление певицы Ханны. Завершился День молодежи красочным салютом. Поддержим, поддержим. Это очень сложно. Сложные силовые нагрузки нужно не только выполнить четко, но и сделать это быстрее соперников. День молодежи начался с экстремальных соревнований по воркауту на Солнечной поляне. Поддержим парня. Мы раскатываем делать веселье фуджем. Очень красивый, красивый трюк. Вангурь, контакт, собираемся. Борсину, бен. Очень плотное начало. А тем временем в экстрим-парке Айда в умении ловко управлять двухколесным транспортом соревновались велосипедисты. Участвовали ребята из Нижнекамска и других городов республики. Сразу после спортивных мероприятий празднование Дня молодежи продолжилось на набережной. На главной сцене выступали молодые исполнители, а вокруг для гостей праздника были организованы всевозможные интерактивные мероприятия. Например, всежелающие могли проверить свое здоровье на точке здравоохранения. Также можно было вступить в реестр доноров костного мозга. И холестерин и сахар. Проверить состояние своей молодости. Посмотреть на интересные интерактивные пятачки приехал и Рамиль Мулин. Он принял участие в граффити-джеме, а также сфотографировался в фотобудке с семьей. Конечно, это праздник задора, молодости, энергии. Праздник нашего города. Наш город всегда был молодым. Я думаю, что он всегда останется молодым. Так как его строили молодые и живут им всегда молодые. Это те, которые сегодня вершат судьбу этого города, судьбу нашей республики, и судьбу нашей страны. Мы придумали для вас один конкурс, который поддержал президент Татарстана Рустам Нужанич Миниханов. Это конкурс, когда мы объявляем лучшие муниципальные учреждения, которые работают с молодежью. И знаете, кто в тройке победителей? А почему вы в тройке победителей? Потому что вы крутые. Вообще классно. Нам нравится музыка и нравится погода. Мне вообще нравятся концерты, все это выступление. Я думаю, что для нас, как для народа, все очень отлично делают. Тут очень классные песни мне нравятся. Потому что молодежные такие. Как должно быть. Да, как и должно быть на каждой вечеринке. Хедлайнером праздника стала певица Ханна. В 9 часов вечера она вышла на сцену. ПЕСНЯ Публика тепло встретила исполнительницу. Некоторые песни Ханна исполнила на бис. Но когда на сцену вышла певица Ханна, нижнекамцы зажгли сотни огней с помощью своих мобильных телефонов. И, конечно же, подпевали долгожданные гости из Москвы. Люди не спешили расходиться, ведь сразу после выступления Ханны началась дискотека от диджеев города. Завершился праздник красочным салютом, который запустили с баржи. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов. Новости НТР. К теме празднования Дня молодежи мы еще вернемся. Тем временем газета «Нижнекамская правда» выходит на новый технологический уровень. Ее можно не просто читать, но и смотреть. На страницах еженедельника стартовал проект «Замечательный сосед». Как нашим коллегам удалось разместить видео-контент на бумаге, об этом сегодня рассказали на пресс-конференции. Она прошла в здании НТР. Белорусы, башкиры, удмурты и даже уроженка Якутии, коей является наша коллега Вера Муратова. Гостями проекта «Замечательный сосед» становятся представители разных национальностей. Ольга Валиулина была участницей одной из первых серий. Многих интересных моментов мы не то чтобы не знаем, мы даже и не интересуемся. Да что говорить о соседях, когда мы даже о своей культуре практически ничего не знаем. Я это в общем говорю. И даже просмотрев эту программу, наверняка будут такие люди, которые заинтересуются. Вот слушайте, а у нас что интересно? А у нас какая традиционная кухня? Какой традиционный костюм? Но просто снимать видео или просто писать статьи нашим коллегам оказалось недостаточно. Они решили расширить горизонты. Проект стал мультимедийным. Посмотреть его могут не только зрители телеканала НТР, но и читатели газеты Нижнекамской правды. Там вы найдете статью и QR-код. В этом вся фишка. Электронный знак нужно отсканировать. И вуаля свежий выпуск «Замечательного соседа» в вашем смартфоне. Данный мультимедийный проект, он у нас стартовал в июне. Уже вышло две публикации в газете. Соответственно, две программы. Всего будет программ 12. И проект наш завершается в ноябре этого года. Но мы надеемся, что он так зайдет читателям и зрителям, что потом он продолжится. Ну а я, в свою очередь, хотела бы пригласить всех нижнекамцев, которые считают, что рядом с ними проживает очень интересный сосед. Приходите в нашу программу, участвуйте. Я думаю, что обязательно все интересное расскажем про него. Сделать проект мультимедийным удалось благодаря поддержке Союза журналистов Республики Тарстан. Его пользу отмечают и представители городской администрации. Символично, конечно, что он реализуется именно в такой знаковый год для нашей страны. Это год культурного наследия народов России. Надо расширять границы дальше. Надо выходить на новый уровень, уже на республиканский, я думаю, что и на федеральный. Тогда о нашем городе будут еще и говорить не только уже как про город производственник, город химиков, а вот именно такой вот, наверное, какой-то многонациональный нижнекамск. И это и есть достижение богатства. Стать героем проекта может представитель абсолютно любой национальности. Если вы или ваш родственник, а еще лучше сосед, желает принять участие и рассказать о своем народе, то милости просим. Заявку можно оставить по телефону, который указан на экране. Александр Халин, Евгений Лозаев, Новости НТР. Если у вас есть с чем с нами поделиться или пожаловаться, звоните на номер 40 07 70, напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Артисты на ходулях, фото-зона, зажигательное выступление джамперов. Площадка Нижнекамск-Нефтехима на Дне молодежи собрала сотни желающих сделать фото на память и посмотреть экстрим-шоу. Все подробности далее. Веселая музыка и красивые девушки на ходулях в костюмах сразу притягивали внимание гостей. Заходя на площадку Нижнекамск-Нефтехима, каждый хотел сделать фото на память. Но главный приз ждал впереди. Зажигательное выступление джамперов. Парни на ходулях с металлической дугой и пружиной ножкой вытворяли такие кульбиты, что приводили публику в восторг. Посмотреть на тематические площадки предприятия приехал Рамиль Мулин. Экстрим-шоу также пришлось ему по душе. Ну а кому-то из нижнекамцев даже посчастливилось принять участие в зрелище. Спасибо организаторам. Очень веселые интерактивы, веселые конкурсы. Все очень интересно. Очень весело. Спасибо, кто организовал. Уже нравится. Заходя на праздник, ощущается. День молодежи – праздник, который не обходят стороной на предприятии. Почти половина сотрудников Нижнекамск-Нефтехима – молодые специалисты. Вообще сейчас на Нижнекамск-Нефтехиме вообще 15 тысяч, общего количества работников 15 тысяч человек. Из них это 43% молодые специалисты до 35 лет. У нас сейчас произошло, так сказать, слияние. Мы входим в состав компании Сибура. И очень много нововведений Сибур вносит в развитие Нижнекамск-Нефтехима. Поэтому молодежь с большей активностью идет на предприятия. Ежегодно в честь Дня молодежи Нижнекамск-Нефтехим организовывает тематическую площадку на набережной. Каждый раз это новые креативные идеи, интерактив и атмосфера праздника. Светлана Шумкова, Булат Абдульманов. Новости НТР. Выступления танцевальных коллективов, профессиональных и самодеятельных артистов, кинопоказы под открытым небом, а также детские развлекательные программы. Все это ждет горожан и гостей Нижнекамска летом. Проект «Культурная среда города» стал возможным благодаря инициативе и поддержке ПАО «Татнефть». Наша съемочная группа побывала на открытии. Живая музыка и приятная атмосфера. На сцене коллектив под названием «Старки» – группа, знакомая многим жителям нашего города. Музыканты исполняли популярные песни советского времени, в том числе авторские произведения. У нас в основном песни, так скажем, 70-х, 80-х, до 90-х годов есть. Но еще и в репертуаре есть произведения, просто без голоса, так скажем, концертные произведения. Есть свои песни, мы сегодня у нас тоже их исполним обязательно. Песни про Нижнекамск, песни про друзей. Альметьевск, Казнакаево, Елабуга, Джалиль, Лениногорск, Бугульман, Нурлад стали участниками проекта «Культурная среда города». Проект существует с 2017 года и направлен на проведение качественного культурного отдыха горожан и гостей городов нефтяного региона. В этом году к проекту присоединился и Нижнекамск. Жители нашего города смогут культурно провести свой летний отдых. Мы очень рады этой поддержке. Я подзыв случаем хотела бы передать привет большой нашим уважаемым коллегам и поблагодарить их за эту поддержку. А мы, в свою очередь, предоставим нижнекамцам интересные программы с приглашением артистов не только Республики Татарстан, но и с Россией. Это будут различные программы, как и профессионалов, самодеятельных коллективов, фольклорных коллективов, познавательные, игровые, еще раз повторюсь, различные программы. Мероприятия будут проходить в трех скверах города – в парке чтения имени Габдуллу Тукая, в парке семья и сквере Лимаева. Нижнекамцев ждут выступления профессиональных и самодеятельных артистов, просмотр кино под открытым небом, выступления театра кукол, а также развлекательные программы для детей. И это далеко не весь список. Цель у проекта одна – сделать жизнь людей интересной и познавательной. Праздник шикарный. Сталкер мы любим, конечно. Наши 12 года, наши любимецы. Мы их ждали. В парке семья они оказались здесь, так что пусть приходят туда. Вот мы об этом узнали по объеме линии, поэтому пришли, чтобы время проводить с вами, веселей, смотреть было и танцевать. Чтобы по-татарски, чтобы пили еще письми. Ивля Сальникова. Вот. Нам нравятся татарские и русские надо, конечно. Очень нравится. Мне необычно слушать в парке живую музыку. Это здорово. Вот такие проекты у нас есть. Мероприятия будут проходить в вечернее время по четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Более детально ознакомиться с программами можно в социальной сети ВКонтакте во вкладке «Культурная афиша». Денис Макаров, Максим Липин, Новости НТР. Белорусская ярмарка снова в Нижнекамске. Ароматное сало, колбасы, сыры и молочные продукты. Все это изготовлено из высококачественных продуктов и по отечественным гостам. Побаловать себя смогут и любители сладостей. А модницы обязательно присмотрят себе новый наряд из натуральных тканей. 290 рублей кусок. Не пожалеете. Я вам даю гарантию. Покупатели, знакомые с белорусским качеством, уже знают, что молочка, сыры, колбасы и знаменитое ароматное лоснящееся сало здесь не только свежее, но еще и очень вкусное. Вкусная намазка. Вот такая обрезки мясокабина. Телятина говядина и с добавками с солями или грибами или зеленью. Очень вкусная, хорошая. Невозможно также пройти мимо кондитерских прилавков. Нежный зефир, яркий мармелад. Сладкоежки обязательно смогут побаловать себя. Халбу у нас выпускает красный пищевик. Это город Бобрус. Она вся идет натуральная и с подсолнечной химички. Покупатели восторги от качества. Ведь весь ассортимент исключительно из натуральных ингредиентов. Все взяли. Сгущенку, масло, сыр, колбаса. Краковский, сервелат финский. А модницы обязательно подберут на выставке яркий неповторимый наряд. Тем более вся одежда шита исключительно из натуральных тканей. Льна, хлопка и шелка. Большой выбор головных уборов. Сумок из кожи, кошельков и обуви. Все нравится на этом рынке. Так что пусть все приходят. Все нравится. Плачки, кошельки, сумочки. Белорусская ярмарка пробует в Нижнекамске включительно до 3 июля. Красочный пролог. Яркая концертная программа. Клоритные национальные подворья. Захватывающие скачки. В самом центре Паводжия в Ульяновске прошел 22-й федеральный Сабантуи. Всероссийский праздник Плуга собрал гостей из 52 регионов России. По традиции, одними из главных организаторов была делегация из Нижнекамска. О том, как все прошло, смотрите большой специальный репортаж сегодня сразу после выпуска новостей. Ну и далее прогноз погоды. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok В среду синоптики обещают незначительное потепление. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры предоставил DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА